За последние сутки в области стало на 189 больных коронавирусной инфекцией больше. Нельзя исключать, что из-за появления в регионе Дельта-Штамма их количество будет еще расти из-за его повышенной контагиозности. В данное время заполняемость стационаров и реанимационных отделений превысила 60%. По словам врачей, у поступивших за последние несколько дней течение болезни резко переходит из среднего в тяжелое. Паника и врачи – вещи несовместные, но когда ситуация не стабилизируется уже больше года, и они не могут не волноваться. Здание городской многопрофильной больницы сегодня разделено на грязную и чистую зону. В чистой остались только два отделения – родильное и отделение неврологии, куда принимают больных с инсультом. Все остальные помещения – это грязная зона, где каждую минуту ведется борьба за жизнь. Здесь лежат все – те, кто не верил в существование вируса и те, кто решил, что вакцинироваться не стоит. Врачи лечат всех и стараются делать все, что в их силах. Обстановка рабочая, но большой наплыв пациентов, именно ковид-профиля, инфекционных пациентов. Очень много пациентов, которые поступают именно одномоментно. Много пациентов, заслуживающих внимания, поступают в средней степени чажести, быстро тяжелеют. Поэтому обстановка такая, рабочая. Койки есть, работаем, все хватает, но настораживает именно некая вспышка. В разных стационарах областного центра сформирован резерв коек. 1244 из них готовы принять пациентов в случае ухудшения ситуации, а тенденция к этому, увы, есть. Беспечность и нежелание соблюдать правила карантина для многих – только начало истории знакомства с коварным вирусом. Тем, кому удалось вылечиться, вернуться к нормальной жизни довольно сложно. О депрессиях, панических атаках, сердечно-сосудистых проблемах говорят многие переболевшие. Сегодня врачи, кому за помощью обращаемся мы, сами просят о ней. Нужно только одно – коллективный иммунитет. Носите маски, не посещайте массовое скопление людей, большое количество людей, нуждающихся сейчас именно в стационарном лечении. Моя просьба, единственный выход – это вакцинация. Вакцина, даже если человек заболеет после вакцинации, он не будет цитокинового шторма, не будет летального исхода, тяжелого состояния. Пост-ковидной, тяжелой фиброзной пневмонии. Поэтому, коллеги, однозначно, это единственный выход. Поэтому прививайтесь, прививайтесь и прививайтесь. На сегодня в ковидном отделении городской многопрофильной больницы вахтовым методом работает 100 человек. Взятые ПЦР у поступивших больных только отправлены в лабораторию. Но по клинической картине у некоторых есть признаки дельта-штамма. Екатерина Шмидт, Абек Сагангалиев, Достанур Азбаев, телеканал Акжаик.